Вы уже заговорили про монастырь Котский. Сейчас уже видно, каким он будет. Насколько кровь... Вы знаете, сейчас есть макет у меня будущего монастыря. Сейчас единственное, что восстановлен полностью Троицкий храм. Он трехпредельный, прекрасный, очень толстые стены. И восстановили его, как и прежде он был. Сейчас они вошли в зиму с теплом внутри. То есть подвальное помещение там полностью уже задействовано. И сейчас ведется внутренняя штукатурка под росписи. Готовят стены. И вот к Новому году должны башенку звонницы закончить. Практически там все уже сделано. Что касается храма. Конечно, территорию еще полностью нужно обустраивать и стены, и строения. Сейчас предложен вариант братских корпусов и стен монастыря. То есть это все-таки будет монастырь? Деревянным, да. Ну, мы сегодня говорим об этой программе государственной, которая восстанавливает памятники. И хотим, чтобы эта программа распространилась дальше на все строения. Хотя там ни одного строения больше нет, не сохранилось ничего. Сейчас вопрос стоит временно разместить, брать ее, организовывать. Нам нужны жилые помещения каких-то. Их на территории нет. Нет одного. С администрацией района, города, Октябрьского проговаривали эти вопросы. Мы сейчас ведем работу в этом направлении. Может быть, приспособить какие-то здания, передать. Там есть на территории, монастырской территории, которая вокруг храма, принадлежала храму, по-моему, какой-то рыбный и рыбно-консервный завод какой-то. Там есть несколько помещений. Но вот если эти помещения хотя бы одно нам дали для братьев, чтобы оно было рядом с храмом, чтобы это увязывалось. Если где-то какое-то помещение дадут в другой стороне города-поселка, но это уже не монастырь. Это домик, скажем, монастырский домик в стороне будет. Желательно, чтобы это было на территории, рядом с территорией, чтобы как-то эта жизнь уже обосновывалась на месте. В стадии, скажем, решений вопросов я буквально осенью был посещал там, если там служил в литургии, в молебен. Там построили еще небольшой храмик будущего кладбища, место выделено, храм-часовня новая. Так что движется вопрос о восстановлении Котского монастыря. Сейчас я озабочен тем, чтобы подобрать настоятеля именно из монастыря, который имеет опыт монастырской жизни. Чтобы он здесь его организовал. Беседовал с несколькими настоятелями крупных мужских монастырей. Просил о подборе кандидатов на игуменство этого монастыря. Я думаю, что даст Бог уже в следующем году мы этот вопрос должны разрешить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!